Привет-привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал! Меня зовут Татьяна Климова, и сегодня у нас будет экскурсия по Красной площади! Привет-привет! Я уверена, что вы уже очень скучаете по России, по русскому языку, и пока во время пандемии еще нет туристических виз, но я хочу вам сделать сегодня маленькую экскурсию. Пожалуйста, используйте субтитры. Итак, вы видите, мы на Красной площади. Это символ России, и вы видите, это ГУМ. ГУМ значит главный универсальный магазин. Смотрите, какой красивый и большой! Там очень много шикарных магазинов, бутики дорогие, но ГУМ — это не только магазины, это также место для гуляния, чтобы гулять. И также вы можете там попробовать легендарное мороженое, очень вкусное, пломбир или эскимо. Раньше было только ванильное, сейчас можно попробовать разные ароматы, вкусы. Также на самом верхнем этаже есть очень интересный ресторан такого советского типа. Называется «Столовая номер...» Я не помню. Если вы знаете, пишите в комментариях «Столовая». Это такой интересный концепт советского типа, недорогой, в центре Москвы. Я вам рекомендую. Дальше у нас, конечно, собор Василия Блаженного. Вау! Самая прекрасная церковь России, туристическая. Она была построена в 16 веке Иваном Грозным, такой очень известный царь русский. И нам кажется, что это одна церковь, но в реальности на самом деле их много. Это много церквей вместе. И Иван Грозный начал строить эту церковь, чтобы отпраздновать взятие Казани в Татарстане. Её можно посетить. И, кстати, собор Василия Блаженного – это не официальное название, а называется она «Церковь Покрова Святой Богородицы, что на рву». Вот так. Дальше у нас «Спасская башня». «Спасская башня» – это Кремль. Вы видите, Кремль. Это очень старинная крепость 15 века. И самая известная башня – это Спасская. И есть традиция в России на Новый год в 12 часов. Часы на башне, они называются куранты, они бьют бум-бум-бум 12 раз. И это символизирует Новый год. Конечно, Кремль вы видите. Это музей, его можно посетить. Там есть церкви. И также это резиденция, официальная резиденция президента Российской Федерации. А здесь у нас, если вы любите историю советскую, если вам нравится коммунизм, социализм, вот здесь мавзолей Ленина, лидера большевиков. Я там была, когда была маленькой, очень давно. Обычно здесь стоит очередь большая. И, кстати, интересно посетить еще раз. Может быть, в этот раз я посещу еще раз этот музей. И, вы видите, здесь это исторический музей. Тоже очень интересное здание. Там есть вообще постоянная выставка о истории Москвы, России. Очень уникальные экспонаты. И также есть временные выставки. То есть выставки, которые там только несколько месяцев. Например, я ходила на выставку гравюр дюрера. Очень интересно. Или там сейчас идет выставка костюма императорской семьи. Вот так, дорогие друзья. От Красной площади идут разные интересные улицы. Можно пойти в Китай-город, можно пойти в парк Зарядье, можно пойти на Тверскую, на Никольскую улицу. Я вам желаю всем скоро приехать в Россию, в Москву и посетить Красную площадь. Пока-пока.